Привет, вы на канале Взлет! Меня зовут Ольга, в этом видео мы с вами протестируем набор пальчиковых мини-спонжей для макияжа. Также я нанесу на ресницы многофункциональную универсальную тушь 5 в 1, хит и бестселлер каталога Reflame, которая выходит в праздничные элементированные упаковки. И будем вместе с вами разбираться, как же пользоваться складной кистью 3 в 1 для ресницы бровей. Если вам все это интересно, поехали! Три гладких бархатистых мини-спонжа для макияжа приходят в закрытой индивидуальной упаковке. Для того, чтобы вскрыть слофановый пакетик, надо оторвать верх его по пунктирной линии. Внутри лежат вот такие вот три малютки, которые абсолютно одинаковые. Они подходят для нанесения как жидких, так и сухих текстур. При растушевке кремовых румян, макияжа под глазами, теней для век, продуктов для губ. Эта подушечка для пальцев станет идеальным просто инструментом для точного аэрографического эффекта. Здесь есть широкая эластичная лента, которая чуть-чуть тянется, поэтому вы можете под нее поместить свой пальчик. На ленте логотип Reflame. С одной стороны спонжик черный, очень стильно выглядит. С другой стороны он светло-светло-бежевого оттенка. Покрытие самого спонжа гладкое, мелко-пористое, не ворсистое. И если мы его намочим, то как бы по классике спонж должен увеличиться в размере. Но по факту мы видим, что он незначительно подрос. Может быть потому, что сам спонж маленький, может быть потому, что текстура материала не предполагает большого разбухания. Но в любом случае, если будете использовать спонжики для сухих текстур, то можно сухим оставлять. Если для влажных, для тонального средства, для консилера, то лучше все-таки намочить водой. Так спонж не будет впитывать в себя средство и самопокрытие будет тонкое. Швы у спонжа мягкие, не будут царапать кожу. Особенно удобен этот инструмент будет девочкам, у которых длинные ногти. И пальчиками они любят делать макияж. И не всегда удобно подлезть в какие-то труднодоступные места. Здесь вы надеваете спонжик на пальчики и пользуетесь им в свое удовольствие. Обещают, что этот многоразовый бьюти-блендер не будет много впитывать средства. Будет дозировано отдавать и создавать нам безупречное покрытие без пятен, разводов и четких границ. Это мы сейчас и проверим. У меня на веках нет консилера и нет туши. И поэтому вот именно сейчас с помощью вот этого спонжика я хочу нанести консилер и растушевать его. Консилер я беру один из моих самых любимых. The One с удобным аппликатором. Аппликатор много набирает средства, поэтому тушевать неудобно. Очень много остается средства на веках. Я всегда беру кисть, но сегодня вот как раз у меня влажный спонжик для жидкой текстуры. Я буду тушевать этим спонжиком и смотреть, как средство распределяется. Я прямо вот сейчас начала вбивать. Во-первых, очень удобно. Все вот эти бьюти-блендеры, которые как яйца выглядят, они все равно каким-то образом, во-первых, набирают на себя много средства. Во-вторых, вот в каких-то маленьких местах, на небольших участках ими растушевывать не всегда удобно. А здесь, смотрите, прямо вбивается. Можно подлезть прямо в уголок вот сюда глаза во внутренний. И можно набрать средства немножечко на кончик самой спонжа. Ну, мне кажется, что, девчонки, вам этот продукт должен понравиться. Особенно если вы любите использовать спонжики в макияже. Само средство наносится действительно тонко и без разводов, без полос. Я довольна спонжиком. Мне кажется, что я буду его использовать. Я редко, очень редко наношу пальцами макияж. Я пользуюсь кистью. Но вот в качестве труднодоступных вот этих участков и ровного покрытия можно использовать нанесение этим спонжиком. Все три малютки совершенно одинаковые. На странице каталога изображены в реальном размере. Обязательно промывайте водой с мылом между использованиями. И сушите не на нагревательных приборах, а на открытой поверхности. У спонжиков приятные телесные цвета. В сочетании с черной отделкой можно использовать как мини-сувенир для коллег, знакомых. И также этот наборчик, я уверена, станет приятным маленьким дополнением к пудре подарочной. Либо к какому-то тональному средству. Ну что, консилер я нанесла. И теперь мы переходим к тестированию туши. Это стандартная, универсальная, многофункциональная тушь 5 в 1. Которая была выпущена в Reflame в 2007 году, представляете. И в этом году она решила отпраздновать с размахом свои именины. Потому что ей 17 лет. Это уже прям солидный возраст для косметического продукта. Учитывая рыночные тенденции, когда одни средства сменяют другие. И она упорно остается на завоеванных ей в самом начале лидерских позициях. За что же ее любят? 5 в 1. Это 5 эффектов. Эта тушь придаст ресничкам объем, длину, изгиб. Все это клинически доказанные результаты. И разделение и уход отметили многочисленные потребители, которые тестировали данную тушь. Приходит она в целлофановой упаковке. Всегда запечатана. Сейчас мы ее с вами снимаем. И видим розовый, гламурный, праздничный футляр. Который выходит ограниченным выпуском. И эта отмеченная наградами малютка, которая неизменно возглавляет все чарты продаж в косметическом портфолио Reflame. Теперь радует нас розовой упаковкой. У туши эксклюзивная щеточка, которая очень многим знакома. Силиконовая. С одной стороны удлиненные. Полукругом расположены щетинки. Достаточно твердые, но очень тоненькие. С другой стороны ровные и очень-очень короткие. Сделано это для того, чтобы мы с вами могли сначала воспользоваться короткими щетинками. И очень-очень близко к линии роста ресниц поднести щеточку. И приподнять реснички. Именно это дает изгиб. И потом мы переворачиваем. И вот этими более длинными ворсинками мы начинаем вычесывать ресницы. Так как это тушь универсальная. Ее можно наслаивать. Один, два, три. Пока вы не посчитаете, что ваши ресницы достаточно яркие и эффектные. Вы можете создать с помощью этой туши до 16 раз больше объема, чем ваши естественные ресницы. До 68% больше длины и до 119% больше изгиба. Если вы хотите, чтобы ваши ресницы приподнимались и были распахнутыми, то вот эта тушь вам поможет. Еще можно отметить, что она без парабенов, стойкая к размазыванию и не осыпается. И имеет такой яркий черный насыщенный пигмент. Ну что, давайте тестировать. Кладу маленькими ворсинками к линии роста ресниц. И начиная вот такими движениями туда-сюда реснички приподнимать. Я сразу вижу, как тушь окутывает мои ресницы и они становятся более яркими даже в один слой. Я люблю тушь 5 в 1 и очень часто ее использую. Для меня это такая повседневная палочка-выручалочка. И у нее очень много, кстати, дополнительных изданий и различных версий в каталоге Арифлэй. Эта тушь, она постоянно обновляется, радует какими-то новинками. И я, в принципе, не удивлена, что в Арифлэй решили закатить ей вот такой праздник и подарить новый наряд в виде розовой гламурной упаковки. Вот, смотрите, в один слой всего я нанесла тушь на ресницы. И они у меня уже приподнялись, уже изогнутые. Сейчас я переверну щеточку. В один слой я ресницы приподняла. Ну, в принципе, вы, наверное, видите, да, что глаз уже выглядит более эффектно, чем тот, на котором туши нет. И переворачиваем. И уже длинными щетинками мы начинаем вычесывать реснички. И формула тушь, ее состав обволакивает все сильнее и сильнее каждую ресничку. Разделение здесь отличное, потому что сама щеточка, она не ворсистая, а твердая, с тоненькими-тоненькими силиконовыми зубчиками. Обычно я крашу ресницы в два слоя. Если мне нужен какой-то драматичный эффект, я могу взять другую тушь из портфолио Reflame, например, Tremendos. Ну, в принципе, для первых слоев тушь 5 в 1 практически всегда у меня идет в макияже. Потому что супер разделенные ресницы получаются. И потом любая тушь уже на них ложится классно, и ресницы не слипаются. Вот таким образом выглядят мои реснички в два слоя. И давайте, пока они не высохли, второй глаз я сейчас накрашу, обсудим складную вот эту кисть 3 в 1, которую предлагает нам Reflame. Здесь не индивидуальная упаковка, то есть вы можете этот пакетик на липучке вскрывать и открывать снова. Кисть приходит в футлярчики, довольно удобные, чтобы она не пачкала вашу косметичку, когда вы применили ее в макияже. Не знаю, почему так сделали, футлярчик довольно длинный. И если мы кисточку сложим, ну как бы для хранения, да, то нам уже такой длинный футлярчик не нужен. Вполне хватило бы чехла в два раза меньше, и в косметичке место бы этот инструмент занял меньше. Сам складной механизм никак не фиксируется. Честно говоря, мне не очень сильно это понравилось. Ну ладно, с одной стороны щеточка. Ее можно использовать для нанесения любой сыворотки, питательного масла какого-то на ваши реснички, либо геля. Также для нанесения туши на реснички и для расчесывания бровей. То есть вы можете после того, как сделали макияж, еще прочесать вот этой щеточкой. Но у нас с другой стороны тоже есть расчесочка с силиконовыми зубчиками и щетка. Щеткой вы можете распределить средства макияжа декоративные по бровям, которые вы нанесли. Щетинки здесь средней жесткости, то есть они не совсем мягкие, но и не супер жесткие. Знаете, вот как на зубной щетке, такой опять же средней жесткости, очень здорово прочесывает и делает брови, эта щеточка более естественными, натуральными. Размер инструмента, кстати, 1,5 на 2,5 сантиметра. Щетка мне очень нравится, она позволит придать бровям форму, уложить волоски в одном направлении, также растушевать продукт на финальном этапе макияжа. И мне нравится, что она не царапает кожу и брови выглядят очень естественно уложенными. И еще здесь расческа, вот ее я сейчас и буду использовать на ресницах. Эта расческа помогает дополнительно разделять реснички, если есть какие-то комочки у вас, она их естественно расчешет, уберет. И остатки лишней туши с помощью этой расчески тоже вы сможете убрать. Она чуть-чуть изогнута, вы можете ее положить прямо по линии роста ресниц. Ну, не знаю, мои реснички вот сюда вот не попадают в эти зубчики, ну, наверное, выглядят более расчесанными. Из всех вот этих трех сторон мне больше всего понравилась щеточка, брови прям укладывает классно. И давайте я еще прокрашу нижние реснички и, наверное, нанесу еще третий слой, чтобы мы посмотрели на тушь во всем ее великолепии. Нижние ресницы очень удобно красить с помощью, опять же, стороны щеточки с короткими ворсинками. Раз-два и все прокрашено. И еще один слой давайте нанесем на верхние ресницы. И вот я нанесла три слоя туши на ресницы. Сейчас вы можете сравнить, как выглядят два глаза с нанесенной тушью и без нее. Можно, наверное, вычесывать еще дольше, тщательнее. Но вы видели, я на ваших глазах с помощью туши 5 в 1 создала довольно яркие, эффектные реснички. И как для повседневного макияжа эта малышка отлично подойдет, так и для вечернего образа и для выхода в свет. А давайте накрасим второй глаз. И вот тушь на моих ресницах. Как давний пользователь туши классической 5 в 1, я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно та же самая щеточка, состав, ощущение на ресницах. Поэтому, если вы любите этот вариант туши и хотели бы порадовать себя вот такой розовой праздничной упаковкой, смело берите и пользуйтесь с удовольствием. Итак, набор мини-спонжей, тушь 5 в 1 или вот такая складная щеточка 3 в 1, а может быть все сразу. Что вы подобрали себе для заказа и какие у вас впечатления от новинок, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересный и полезный обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Reflame на нашем канале. С вами первая. Пока-пока!